День за днём Установленный для покупки транспортных средств Для составления протокола не явился Административная комиссия рассмотрела 12 протоколов Если на безопасности в доме ушел Открытый урок в первой школе Турнир по боксу в памяти Сергея Крылова А сейчас об этих и других событиях подробнее Свой профессиональный праздник сотрудники правоохранительных органов Официально отмечают с 1980 года С момента распада Советского Союза Несколько раз менялось его название Неизменными оставались дата 10 ноября И обязанности тех, кто отмечает этот праздник 10 ноября в актовом зале собрались сотрудники Десногорского отдела полиции Сегодня они традиционно получают поздравления, награды И подарки в честь своего профессионального праздника В начале торжественного собрания своих коллег поздравил Исполняющий обязанности начальника отдела полиции в Десногорске Юрий Гришин От администрации города слово взял заместитель главы Сергей Тощев Население города к вам относится с надеждой С надеждой на то, что вы обеспечите спокойную жизнь наших горожан Горожане живут, семьи живут, работают Далее в торжественной обстановке последовало награждение медалями за отличие в службе Первой, Второй и Третьей степеней по приказу Управления Министерства внутренних дел по Смоленской области Также были вручены нагрудные знаки, благодарственные письма, почетные грамоты и ценные подарки Не только начальство в этот день отмечало заслуги работников Десногорского отдела Их также пришли поздравить давние друзья – коллектив первой школы Благодарность за то, что мы вместе с вами воспитаны в наших детях правовое сознание Воспитаны в них именно истинного гражданина своей страны Понимающего, что без соблюдения законов и правил мы дальше никуда не можем двинуться Ведь мы живем в правовом государстве Кроме ежегодного профессионального праздника в этом году Десногорский отдел полиции Готовится 29 ноября отметить свой юбилей В Смоленске сегодня утром горел торговый центр На место пожара по улице Рыленкова выехали семь автоцистерн Очаг возгорания находился в цокольном этаже Из здания, где располагаются несколько торговых точек Пожарным пришлось эвакуировать не только посетителей и сотрудников Но и животных и птиц из зоомагазина По предварительным данным, пострадавших нет причины пожара И нанесенный ущерб устанавливаются А в Десногорске 8 ноября в Садовом товариществе Кукуевка Из-за нарушений правил использования электрооборудования Произошло возгорание дачного дома Около 40 минут с огнем боролись десногорские огнеборцы В результате случившегося в строении уничтожена кровля И мансарда на площади 20 квадратных метров Пострадавших нет 8 ноября прошло очередное заседание административной комиссии Какие решения были вынесены в нашем следующем сюжете На рассмотрение комиссии были представлены 4 протокола по статье 17.4 За нарушение правил благоустройства А именно наказывали за парковку в неположенных местах За это нарушение закон предусматривает самые высокие штрафы Комиссия вынесла решение двух нарушителей оштрафовать на 3 тысячи Еще двое заплатят по 4 И 8 протоколов относились по ответственности к 27 статье административного кодекса Статья 27. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время С 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан Причет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей Эти граждане нарушали сон и спокойствие соседей в ночное время Они шумно отмечали день рождения, пели в караоке И даже громко играли в карты на желание, в чем честно сознались в протоколах Тем, кто раскаялся, вынесли предупреждение Трое получили наказание в виде штрафов в тысячу рублей Повторное нарушение спокойствия наказывали двумя тысячами 8 ноября, в день памяти сотрудников органов внутренних дел Погибших при исполнении служебного долга В Смоленской школе номер 17 открыли мемориальную доску в честь Алексея Буханова Герой России Алексей Буханов, погибший при исполнении служебного долга в Чеченской Республике Закончил эту школу в 1980 году В церемонии приняли участие сослуживцы и семья В прошлом году свидетельство об окончании девяти классов В этой школе получил и сын героя Дмитрий Директор Смоленского завода Ситал погиб под колесами собственного автомобиля Тело было обнаружено у переднего колеса внедорожника Ранш Ровер Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия Юный Смоленин награжден в Москве Восьмилетний Даниил Бахарев в мае вытащивший из воды тонущего малыша Получил медаль за мужество в спасении Награждение прошло в здании Совета Федерации В канун празднования Дня сотрудника внутренних войск Или День полиции В первой школе прошел открытый урок для второклассников На котором ребята встретились лицом к лицу со стражами порядка И узнали все об их нелегкой службе 9 ноября в гости к ребятам пришли сотрудники полиции Елена Кузьмина и Юлия Карасева На открытом уроке дети показали свои знания в правовой области В игровой форме вспомнили правила дорожного движения И разделившись на три команды, дядя Стёпа, Шерлок и Пинкертоны Посоревновались в интеллектуальной викторине В завершении мероприятия ребята задали много вопросов гостям В основном их интересовали сложности профессии сотрудников внутренних дел И что необходимо, чтобы стать полицейским Учителя и дети подготовили для нас такое мероприятие интересно Задали кучу интересных вопросов Которые даже приятно было ответить и рассказать вообще о работе сотрудников Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить не только Перед праздником Дня сотрудников органов внутренних дел Ребятам мероприятие тоже очень понравилось Мне очень понравилось задавать вопросы сотрудникам полиции Первая школа на протяжении уже многих лет тесно сотрудничает с городским отделом полиции Мы участвовали во многих конкурсах, которые организует наш отдел полиции Мы часто ходим к ним на экскурсии И так случилось, что руководство нашего ОМВД также дружит с нашей начальной школой И приходит к нам часто на разные мероприятия Устраивает разные интересные встречи В Десногорских школах на протяжении пяти лет В канун Дня сотрудников внутренних дел Проходит конкурс рисунков и сочинений Авторы лучших работ получают грамоты и ценные подарки от сотрудников полиции В Смоленске освящена часовня для неблагополучных подростков В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Открыли православную часовню Чин освящения в честь святого великомученика Пантелеймона Провел митрополит Смоленский Ирослевский Исидор Как считает начальник Смоленской полиции Василий Салютин Это поможет детям в молитве обрести веру и не оступиться в будущем И вновь в Десногорске спортивные баталии В 14-й раз наш город стал площадкой соревнующихся боксеров 9 ноября в физкультурном комплексе Десна Прошло открытие международного турнира по боксу Посвященного памяти заслуженного энергетика России Директора Смоленской атомной станции Сергея Крылова Подробности в нашем сюжете На соревнования, которые организует администрация и профсоюз Смоленской АЭС А также спорткомитет Десногорска В этом году прибыли принять участие 145 боксеров из 18 городов Десногорск в турнире представляют 20 спортсменов Воспитанники клуба «Ринг» и секции бокса физкультурного комплекса Десна Приветственные слова участникам турнира сказали ветераны Смоленской АЭС Представители руководства города Смоленской атомной станции и профсоюза САЭС Уважаемые ребята, бокс, как, наверное, и все виды кинокурсов, спортивных кинокурсов Он требует хорошего физического настроения Требует отличных данных работ Но он не меньший, но кинокурсов хорошего, морального, символичного настроения Я хочу вам пожелать, каждому хочу пожелать, настроиться нашей соревновательной победы Ежегодно в турнире принимают участие как боксеры-профессионалы, так и ребята, которые только недавно узнали азы этого вида спорта В первый день на ринге встретились новички Всего за вечер было проведено 17 боев За сегодняшний день 39 Соревнования будут проходить в городе 4 дня Торжественное закрытие турнира и награждение состоится 12 ноября в 13.00 А с 24 по 26 октября в городе Росль проходил открытый межрегиональный турнир по боксу среди юношей На приз главы муниципального образования Росльский район Смоленской области В соревновании приняли участие более 200 спортсменов В общекомандном зачете наши десногорцы взяли серебро Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!